ребят всем привет сегодня у нас будет видео такое разговорного плана хотим поговорить о новостях грядущих новостях хотим поделиться с вами что у нас произойдет ближайшее время про перелет и про встречу в иркутске сейчас мы находимся ребята в икеи обожаю это место мы вчера буквально сюда приехали купили как она называется штука ящики для хранения да или что ящик для хранения белья не что-то хочет ежегодно перед тем как ехать в россию мы устраиваем генеральную уборку дома выкидываем все старые вещи мы все складываем аккуратно в шкафы и так далее и вчера я поняла что мне нужна еще одна полка и мне нужны такие ящики для хранения разных вещей в общем ребята купили вчера скуп и ляляля проболтали и взяли не тот нужно было взять побольше размер в итоге мы сегодня приехали сдать его без проблем взяли без проблем говорит все давайте я говорю можно обменять они говорят без проблем и сейчас вернем вам деньги деньги сразу же поступили на счет замечательно обожаю это место обожаю эту мебель у нас есть мебель из языке и наш шкаф столы и так далее я считаю что это мебель для взрослых это конструктор для взрослых я считаю то есть ты приносишь домой коробку открываешь и начинаешь это все крутить вертеть и с таким интересом потому что тебя получается все совпадает нам в общем нужно домой вот такой вот стеллаж мы вот о себе присматриваем я хочу его использовать под камеры под проводочки под аккумуляторы под различную технику и под провода у меня очень много проводов и это все валяется некрасиво я хочу такой стеллаж себе приобрести туда все прям упаковать аккумуляторы и так вот ребят вернемся к новостям сейчас у детей еще продолжается учеба и закончится она вот в эту пятницу какого числа 7 июля и 9 10 июля у детей будут финальные тесты это будет заключительные самые главные тесты в этом году нам с этих комментариях ребят постоянно пишут и дети да у вас еще учатся дать дети учатся я не знаю как в других школах но в нашей канадской боли в китае да везде в китае школы работают до середины июля и полтора месяца летние каникулы и зимой также полтора месяца зимние каникулы это очень удобно это видимо компенсация за китайский новый год потому что он у них очень большой и эта неделя для нас была очень напряженной на этой неделе уже не было занятий в школе и была только подготовка к тестам они готовились всю неделю и очень много занимались дома с джеком уроки заканчивали и в 11 даже часов до иногда очень поздно заканчивали делать домашнюю работу 10 11 числа у нас будут тесты и 13 числа в школе будет заключительный день будут выдавать результаты тестов и будет ярмарка но на эту ярмарку мы не сможем пойти к сожалению об этом позже да и результаты теста мы узнаем чуть позже от нашего учителя она нам пришлёт результаты на вич от сообщениям и и и и и и и Так вот, ребята, продолжим про новости Мы уже купили билеты Улетаем мы 12 июля И мы сразу же взяли на обратную путь билеты 30 августа мы прилетаем обратно в Китай Учеба и так далее Мы сами из Иркутска Из Иркутской области, города Ангарска Естественно, мы летим туда, к родне В первую очередь, это каникулы Не просто отдых, это повидать всех наших близких Нашу родню, наших друзей И поэтому каждый год, каждое лето мы ездим в Россию Так вот, ребята, у нас официальное заявление К подписчикам, к нашим Тот, кто находится рядом Ангарск, Иркутск, Улан-Д Я не знаю, кто хочет подъехать И встретить нас 12 числа В 8 часов вечера Просим всех приехать В международный аэропорт Иркутска Мы будем рады встрече с вами Будем фотографироваться Общаться Так вот, ребята, кто-то, кто желает Приходите Номер рейса и время прилета Мы оставим под этим видео в описании Наконец-то мы нашли тебя Где наша? Вот они, по-моему, большие Сейчас надо точно размер посмотреть Нет, это маленький Вот-вот, вчера взяли и пошли Ты вот такие хочешь, да, большие? Да-да-да Ого В принципе, удобно Раз, так вытянул С полки А там вещи лежат В России, конечно, мы планируем посетить всех близких Друзей Увидеть родные места Обязательно Наш любимый город Откуда мы родом? Ну, и, конечно же, съездить на Байкал, наверное, да? Вот, обязательно без Байкала не обойдется Я надеюсь, это лето Хоть мы и отменили поездку на турбазу Я думаю, что мы сможем съездить с родителями Это самое главное В общем, ребята, по прилету мы планируем сделать свои небольшие какие-то дела Естественно, ну, ходом будем сразу же видеться со всеми близкими и родными Помимо этого, мы хотим часто приезжать в Иркутск Мы хотим съездить в детский театр с детьми Мы хотим... Там есть какой-то лего-город, я слышала Побыть там Я детям уже немного рассказала, что там И они тоже очень хотят туда попасть В общем, погулять по Иркутску, ребята? Сходить в театр, да? Да, сходить в театр, погулять И, ребята, мы... Как-то так получилось, что мы не запланировали поездку по России Мы как-то говорили на стримах, что мы хотим покататься по России Съездить в большие города, там, Санкт-Петербург Санкт-Петербург была цель Но на самом деле, как бы, ничего не отменяется Просто мы еще не внесли ее в свои планы То есть мы не знаем пока что, как это сделать В какой день конкретно и так далее Нет никакой конкретики Мы с ней не отпускаем, в общем, посетить еще Россию Но потому что времени так мало Полтора месяца всего на пребывание в России И мы на первую очередь, конечно же, поставили подольше Побыть с родными и близкими Потому что время, ну, оно такое, как бы, понимаете И мало Полтора месяца пролетят незаметно Поэтому мы еще поездку по России не планировали Будем вас держать в курсе Если что-то надумаем, придумаем То обязательно же анонсируем И если поедем в какой-то определенный город То обязательно вам дадим знать И место встречи обозначим Будем встречаться, фотографироваться И общаться, будете задавать нам ваши вопросы Нам будет очень приятно Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Все, ребята, мы наши покупочки закончили Поменяли вот этот куб на больший размер И взяли полку Мне нравятся и киевские шкафы То, что можно дополнять Постоянно менять То есть именно начинку можно самостоятельно менять Вот мы докупили полку Мы сейчас ее вставим И у нас получится полноценный шкаф То есть у Кати влезут еще какие-то дополнительные вещи, да? Все, ребята, на этом видео заканчиваем Новости все свои, в принципе, рассказали Еще раз повторяемся Приходите все, кто желает и кто не желает Пообщаемся, пофотографируемся обязательно Ну и как-то раз Вероника заикнулась нам По поводу того, что у нее есть мечта Чтобы ее встретили с воздушными шариками в аэропорту Было бы классно, если бы кто-то из вас принес бы шарик-два Это было бы круто Ну все, ребята, заканчиваем наш выпуск Не забываем подписываться на наш канал Ставить лайки И всем пока Пока, увидимся Субтитры сделал DimaTorzok Добро пожаловать на наш канал So I can only...